МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Фридом «Наше время» мы говорим о важных событиях и подводим информационные итоги дня. Здравствуйте! Сегодня узнаете о таком. Провокация Кремля продолжается. По Запорожской атомной станции нанесен новый удар. Есть ли опасность ядерной аварии? Зубы дракона, противотанковые рвы и бетонные пирамиды. Президент Украины Владимир Зеленский лично проверил оборонные редуты на одном из направлений. Российские террористы должны видеть, что Харьковская область укрепляется. В Оренбурге экстренная эвакуация. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кремля может полностью уйти под воду. При этом Путин не спешит с помощью. Он очень занят войной против Украины. Китай не стремится получить выгоду от войны в Украине, но при этом продолжает сотрудничать с Россией. Об опасности дружбы с Москвой предупредил Вашингтон. США готовы усилить санкции, которые могут ударить по экономике КНР. Далее обо всем подробно. Специалисты МАГАТЭ сообщили о новой атаке дрона на Запорожскую АЭС. Теперь под ударом оказался учебный центр атомной станции. Ситуацией обеспокоен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что подобные атаки увеличивают риск ядерной аварии. И подчеркнул, Россия должна покинуть атомную электростанцию. Напомню, что это уже второй удар беспилотника по Запорожской станции за последние несколько дней. Ранее Кремль безосновательно обвинил в инциденте Украину. В «Энергоатоме» заявление РФ назвали провокацией и попыткой скрыть уже случившиеся аварии на атомной станции. Также украинская сторона сообщает о возможном намерении Москвы осуществить на АЭС теракт. Соединенные Штаты в курсе инцидента с падением беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию и следят за ситуацией. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он призвал Россию не вести опасную игру и вернуть управление АЭС Украине. Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Это опасно, и мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал из станции, вернуть полный контроль над ней компетентным украинским органам власти и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции. Мэтью Миллер, спикер Госдепартамента США. Зубы дракона, противотанковые рвы и бетонные пирамиды. Во время поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал строительство фортификации вблизи границы с Россией. Оборонные сооружения состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий и укреплений. Как сообщает офис президента, фортификации возводят с учетом опыта бойцов на передовой. Сегодня Харьков. Сегодня Харьков. Харьковская область. Много вопросов для города, для региона. Был на строительстве фортификаций. Очень важно усиление этого направления. Российские террористы должны видеть, что Харьковская область укрепляется. Провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту региона и восстановление нормальной жизни после удара в России. Горжусь нашими харьковчанами. Цель России абсолютно очевидна. Они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и общин были от него защищены. Добавлю, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. По предварительной информации, управляемыми авиабомбами. Нанесли по меньшей мере два удара по одному из городских предприятий. Местные власти сообщили о четверых пострадавших. Есть разрушения и возгорания построек. Спасательная операция продолжается. Число пострадавших в результате российского удара по территории Полтавской области возросло до 16 человек. Четверо из них – это дети. Один раненый в тяжелом состоянии. Как сообщили местные власти, всем оказывается необходимая медицинская помощь. И добавили, что поврежденное электроснабжение после атаки уже возобновлено. Российские войска продолжают стирать с лица земли города Донецкой области. Сегодня днем путинская армия нанесла авиационный удар по Константиновке. Погиб один мирный житель, двое получили ранения. Многочисленными ракетами оккупанты атаковали соседнюю Дружковку. Там повреждена как промышленная, так и гражданская инфраструктура. Наша съемочная группа побывала на месте российских ударов и узнала подробности. Минувшей ночью российские войска атаковали Дружковку в Донецкой области. Это уже второй мощнейший обстрел города за последние несколько дней. Сейчас на месте местные жители пытаются ликвидировать последствия обстрела. Работают коммунальные службы и волонтерские организации. Перепугались, если посыпалось. Первые два взрыва у них как-то отдаленно было. А потом, когда уже здесь нас хлопали, тогда уже мы ищем. Сразу мы ищем в коледор между двух стен. А потом уже с соседями начали договариваться и выходить в подвал. У вас есть укрытие, да? Ну да. Приготовили еще в 20-м году. Мне один. Пожарам, да вилочку дать вам не надо. Все, не надо, я... Ну, мы практикуем такой вид деятельности. Мы практикуем такой вид деятельности. К сожалению, это не хороший повод. Если мы можем помочь, мы готовим еду. Это у нас полевая кухня. Мы начали в 9 утра и к 11 у нас все было готово. Горячие обеды рассчитаны на 150 человек. И подходят пострадавшие? Да, да. Сегодня в 3 часа утра были 4 мощных взрыва. Это наше здание военной администрации. Взрывной волной здание повреждено. Выбиты окна. Разрушена крыша и выбиты все двери. Попали под ракетный обстрел и жилые дома. Примерно около 15. Тоже выбиты окна. Выбиты двери и частично повреждены крыши. Это самый массированный обстрел города с начала полномасштабной войны. Ликвидация последствий продолжается. Восстанавливают линию электропередач. Уже отремонтировали трамвайные пути. До начала полномасштабного вторжения в Дружковке проживало 60 тысяч человек. Около 50% местных жителей по-прежнему остаются в городе. Глава МИД Германии Аналина Бербак призвала союзников как можно быстрее найти Патриот для Украины. Она отметила, что уже до встречи министров иностранных дел группы СИМИ станет понятно, кто может предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны. Также Бербак добавила, что запасы Патриот в самой Германии практически иссякли. Поэтому системы ПВО для Украины нужно искать по всему миру. К сожалению, запасы наших собственных систем Патриот сейчас уже практически исчерпаны. Но именно поэтому я еще раз подчеркну на встрече министров иностранных дел НАТО, что нам необходимо провести оценку и составить карту всех систем Патриот не только в Европе, но также и во всем мире, чтобы понять, откуда можно быстро доставить эти системы в Украину. Украинские защитники уничтожили на Донецком направлении очередной российский зенитный комплекс. А Министерство обороны показало кадры неудачных штурмов армии РФ под Новомихайловкой. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ отбили очередную атаку российских оккупантов, сообщает вечерние сводки Генштаб вооруженных сил Украины. Мы проводим очень серьезные беспокоящие действия относительно небольшим количеством военнослужащих. Поэтому противник нервничает, противник пытается сделать хоть что-нибудь, периодически перемежая атаки группы пехоты, использованием артиллерийского огня и нанесением ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск на левом берегу Днепра. Но продолжает держать там достаточно большую группировку. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Кисловки, Харьковской области и Андреевки, Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Верхнекаменского, Раздоловки, Часово-Яра, Клещиевки и Уманского Донецкой области. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному средству противовоздушной обороны, по двум станциям РЭП и двум районам сосредоточения личного состава врага. Всего за сутки на передовой произошло 66 боевых столкновений. Так, на Донецком направлении украинские защитники уничтожили российский зенитный комплекс Тунгуска, а Министерство обороны Украины опубликовало кадры неудачных штурмов армии РФ под Новомихайловкой. За последние три дня украинские бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили 18 единиц российской бронетехники на этом направлении. Россия также продолжает попытки сорвать работу украинского морского коридора, сообщает ВМС. Но инициатива на Черном море на украинской стороне. Ситуация переломлена. Непосредственно от кораблей сейчас такой угрозы не исходит в Черном море. И мы это видим по работе коридора. Но не стоит забывать о том, что основная его часть также проходит в территориальных водах стран НАТО, что является для Российской Федерации так называемым весомым сдерживающим фактором, несмотря на всю пропаганду, которую они кормят внутреннего своего потребителя. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 449 тысяч человек. За сутки были уничтожены 850 военных, 23 танка, 30 артиллерийских систем, 45 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. Шесть европейских стран, территорию которых омывает Северное море, подписали соглашение о совместной защите подводной инфраструктуры. В том числе и от возможных атак России. Речь идет о Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Норвегии и Нидерландах. Как сообщает Reuters, после взрывов на газопроводах Северный поток-1 и 2, эти страны занялись вопросом возможных угроз для подводных коммуникаций. Напомню, ранее в НАТО заявляли, что Россия может повредить кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины. Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому крайне важно, чтобы мы защищали его критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем. Эндрю Боуи, министр ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии в Великобритании. В интервью Reuters. Полномасштабный конфликт за пределами Украины больше не фантазия. Европа должна увеличивать инвестиции в оборону и готовиться к потенциальной войне. Об этом предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он впервые столь откровенно заговорил о вероятности прямого столкновения с Россией. Над нами, несомненно, нависает война. И эта война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. РФ угрожает континенту не только посредством войны против Украины, но и гибридными атаками на страны-члены ЕС. Европа, которая на протяжении десятилетий после Холодной войны сокращала расходы на оборону, сейчас увеличила инвестиции в оборонно-промышленной мощности, пытаясь нарастить поставки в Украину и перевооружить свои силы. Но нужно больше инвестиций. Нам нужен новый межправительственный механизм финансирования. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Литва подпишет соглашение с крупнейшим немецким оборонным концерном о строительстве завода по производству снаряда. Как заявила министр экономики и инновации Аушрины Арманайте, договор будет подписан в течение двух недель. Сейм Литвы уже инициировал поправки к закону, которые упростят работу таким иностранным компаниям. Арманайте также подчеркнула, что ведутся переговоры с оборонными компаниями из США и Франции. Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения на нее России и намерена защищаться от агрессора вместе со своими европейскими партнерами по НАТО. Об этом заявила президент страны и по совместительству министра обороны. Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится и нейтралитет перестанет действовать. Мы сможем организовать нашу оборону совместно с партнерами по НАТО. Виола Амхерт, президент Швейцарии, министр обороны Швейцарии. В интервью австрийской газете Der Standart. И к другим важным темам. Борисоглебовский авиационный центр в Воронежской области сегодня атаковали беспилотники. Об этом сообщили российские телеграм-каналы. По их информации, серьезно поврежден фасад здания и окна. Как отмечает издание Defense Express, основным профилем российского предприятия было изготовление авиационных ракет, аппаратуры на ведение крылатых и высокоточных ракет, а также наземных радиостанций. Россия продолжает тонуть из-за наводнения. Самая критическая ситуация в Оренбургском регионе. Вышедшая из берегов река Урал затопила уже более 10 тысяч жилых домов. В областном центре даже включили сигнал тревоги. По предварительным данным, там затоплено почти 2000 земельных участков. Оренбургцев призвали немедленно эвакуироваться. Но многие остаются дома, чтобы охранять имущество от мародеров. Тем временем, Путин не планирует ехать в затопленные поводком регионы. Об этом РосСМИ сообщил его пресс-секретарь Песков. А еще по России прокатилась волна возмущения среди фельдшеров и сотрудников скорой помощи. Медработники записывают видеообращение к Путину из-за отмены надбавок к зарплате. Экономисты тем временем в который раз подчеркивают. Главной целью Кремля остается продолжение войны против Украины. Остальные сферы вне зоны интереса правящей верхушки. Согласно постановлению правительства номер 343 от 20.03.24 года данные выплаты в размере 30 тысяч рублей не положены для работников скорой медицинской помощи. Вот такие обращения по всей России записывают фельдшеры. За помощью традиционно они обращаются к диктатору Путину. К вам обращается коллектив скорой медицинской помощи Красносвободской городской больницы. Для работников скорой медицинской помощи размеры выплаты остался на старом уровне. С учетом того, что мы работаем в экстренных условиях, при оказании помощи гражданам и первыми приходим на помощь нуждающимся, просим вас пересмотреть данное постановление в пользу увеличения суммы специальной поддержки. Так как заработная плата на данный момент заставляет нас искать дополнительные методы дохода. Жалобы записали сотрудники скорой из 17 регионов страны. Они возмущены тем, что пообещав врачам прибавку к зарплате до 50 тысяч рублей, а медперсоналу среднего звена до 30 тысяч, власти оставили фельдшерам неизменные 7 тысяч. Не проиндексировали и зарплаты водителей скорой помощи. Это будет приводить к тому, что медицинские работники будут еще активнее пытаться, кто сможет и кому хватит сил, уезжать из России. Мы уже видим эту картину, скажем, по российским учителям. До прошлого года промелькнула цифра, пугающая, конечно, совершенно, что за прошлый год из российской школы ушел каждый седьмой учитель. Видно, что у них начинает становиться тоненько-тоненько-тоненько в самых разных местах. И поэтому вот это общее такое ощущение, что у них, в принципе, достаточно денег на войну, оно не должно оттенять того факта, что много где будет прорываться. Я, кстати, думаю, что вот эта тема с какими-то компенсациями регионам, которые попали под обстрелы, это будет напряжение нарастать. То есть здесь реально потребуется прямо десятки миллиардов. Они их, возможно, найдут, но видно, что им это сделать не так просто. Поэтому народ будет недоволен, будет выйти, будет записывать видеообращения. С тем, что у Кремля сейчас одна цель – продолжать войну, а не строить будущее России, согласен и экономист Игорь Липсиц. Одна и единственная цель государства – воевать. Одна и единственная задача – победить Украину, уничтожить Украину. Все остальные цели имеют подчиненное значение. И никто ни о чем не думает, ни о каком будущем ни страны, ни о том, как будут жить люди в России, это никого руководство страны не волнует абсолютно. По прогнозам экономиста, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет, в стране проведут корректировку налогообложения, отчего в первую очередь пострадает бизнес. Он не просто не сможет развиваться, но и повышает работникам зарплату. Ведь ради функционирования военной машины игнорируются интересы предпринимателей и простых россиян. Для тех, кто зарабатывает, то имеет хоть какой-то бизнес, имеет какую-то профессию, имеет какую-то квалификацию, поэтому чуть больше заработаем, значит, ведут прогрессивный налог. Ну и, соответственно, будут отнимать у бизнеса больше. А это означает очень простую вещь. Если у бизнеса отнимает больше прибыли, то бизнес перестает расти, у него нет денег. Иностранные деньги не приведешь, потому что никто, вот, за свою Россию, со своими деньгами приходить не собирается. Китайцы тоже никаким образом не собираются активно кредитовать Россию, да еще любым образом. То, что значительные финансовые и ресурсные расходы на поддержку войны России против Украины негативно влияют на ряд гражданских секторов, отметили и в британской разведке. Там уже предрекают резкое сокращение медицинского персонала и ухудшение качества оказания медицинской помощи. Все потому, что российские врачи либо переходят в частный сектор, либо покидают страну. Тем временем в Тбилиси митинговали против законопроекта об иностранных агентах. Несколько сотен демонстрантов прошли маршем от площади республики к зданию парламента. Люди пришли с плакатами «Нет российскому закону», поскольку документ перекликается с аналогичным страны-агрессором. Россия использует его для подавления инакомысля внутри страны и преследования тех, кто критикует политику Кремля. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит законопроект 15 апреля. Президент Соломе Зоравашвили планирует наложить на него вето, но парламент имеет возможность преодолеть его. США обеспокоены сотрудничеством между Россией и Китаем. Как заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, особую тревогу вызывают усилия Пекина по оказанию помощи Москве в восстановлению военно-промышленной базы. По словам Миллера, Соединенные Штаты поднимали этот вопрос перед несколькими союзниками и партнерами во всем мире. Последние месяцы мы видели, что Китай начал восстанавливать эту промышленную базу. По сути, они заполняли своим взаимодействием торговлю РФ с европейскими партнерами, которая была приостановлена после вторжения и введения санкций, а также помогали предоставлять компоненты, которые расширяют возможности России для нападения на Украину. Это, конечно, имеет долгосрочные последствия для безопасности как Европы, так и всего мира. Поэтому во время встреч с союзниками и партнерами по всему миру госсекретарь поднимал вопрос о необходимости отслеживать такие результаты и предпринимать шаги по их предотвращению. Пекин не стремится извлечь выгоду из войны в Украине, заявили в китайском МИДе. Примечательно, что свою позицию КНР озвучил во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон предупреждает союзников об усилении Пекином поддержки Москвы. В частности, Китай предоставляет разведданные, чтобы помочь России на поле боя. Подробности в материале Андрея Дмитренко. С начала полномасштабной войны России против Украины Пекин официально не занимал четкой позиции относительно поддержки какой-либо из сторон. Но это не помешало Китаю активизировать свое партнерство с Москвой с момента начала вторжения, помогая РФ обходить санкции. По информации аналитиков, в 2023 году торговля двух стран достигла рекордных 240 миллиардов долларов. Как утверждают в самом Китае, страна не стремилась извлечь выгоду от войны в Украине. «Мы активно работали над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании. Китай не является ни тем, кто создал украинский кризис, ни его участником. Мы никогда не искали и не будем искать корыстных выгод от этой войны». Мао Нин – представитель Министерства иностранных дел Китая на пресс-конференции. Как утверждают эксперты, Китай считает войну России против Украины якобы глобальным противостоянием Москвы и Запада. Согласно их анализу, Пекину не выгоден масштабный конфликт, поскольку он ставит под угрозу международную торговлю, которая играет колоссальную роль в политике Китая. По мнению экспертов, именно на этот аспект стоит воздействовать, чтобы Пекин отказался от сотрудничества с Москвой. «Эскалация войны между Россией и Украиной не отвечает интересам Китая. И вот тут надо использовать пинг-понг, одна из любимых игр Китая. Вы против эскалации войны? Окей? Кто сейчас проводит эскалацию войны? Россия. От России исходит эскалация войны. Поэтому влияйте на Россию, влияйте на Путина. Если вы будете поддерживать Россию, то в итоге вы сами проиграете. Если вы хотите активно, масштабно торговать США и Европой, воздержитесь от поддержки военного промышленного комплекса России». По данным агентства Bloomberg, Вашингтон имеет эффективные рычаги влияния на Пекин, поскольку китайская экономика сейчас нестабильна. Одним из таких рычагов воздействия является возможность американского казначейства перекрыть доступ к долларам США, что представляет собой серьезную угрозу для любого международного банка. Также Штаты более жестко заявляют о санкциях против Китая из-за поддержки российского ВПК. Я подчеркиваю, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России. Если они это сделают, то столкнутся с серьезными последствиями. Я также хочу отметить, что банки, которые содействуют крупным трансакциям по товарам военного или двойного назначения для российской оборонно-промышленной базы, могут оказаться в санкционном списке США. Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал указ, который ужесточает санкции в отношении финансовых учреждений, сотрудничающих с Россией. По информации Reuters, это существенно ударило по торговле Китая и России. В частности, Москва сталкивается с задержкой платежей за нефть и топливо, так как банки Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль по соблюдению санкций США. Соединенные Штаты передали Украине перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым ираном-ъеменским хуситом. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В арсенале более 5000 автоматов, пулеметы, снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы. В американском правительстве считают, что это оружие существенно поможет Украине на поле боя. Глава британского МИДа сегодня встретился с госсекретарем США в Вашингтоне и в очередной раз призвал американских законодателей разблокировать пакет помощи для Украины. Также Кэмерон планирует провести переговоры со спикером палаты представителей от республиканской партии Майком Джонсоном. По словам британского дипломата, сейчас важно показать России, что она не сможет победить Украину. Мы знаем, что если окажем украинцам ту поддержку, которую они заслуживают, они смогут одержать победу в этой войне. Они могут добиться справедливого мира, которого они заслуживают. Они потопили 25% Черноморского флота России. Российские вооруженные силы, которые развязали эту неспровоцированную и неоправданную войну, потеряли более 350 тысяч солдат. Мы знаем, что правильно остановить агрессию Путина, и это чрезвычайно важно не только для Украины. Наращивание производственной базы важно и выгодно и для Соединенных Штатов, и для других стран. Несмотря на потерю зрения, он стремится жить полноценно и мечтает о собственном деле. Наш следующий сюжет о незрячем ветеране войны Иване Шостаке из Винницы, который занялся гончарством, чтобы накопить деньги и открыть массажный кабинет. О несокрушимости украинского духа смотрите далее. В руках Ивана кусок глины быстро приобретает форму кружки. Говорит, когда работает на гончарном круге, забывает обо всем плохом. Еще нужно вытягивать, стенки еще толстые. У основания тоже много еще глины, которые нужно выжать и поднять вверх. Зрение Иван потерял в 2023-м во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении. В ряды ВСУ мужчина вступил в 2015-м. Служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде Донецкой области. После окончания контракта вернулся в гражданскую жизнь. В августе 2022-го мобилизовался второй раз. Защищал Украину в составе 77-й десантно-штурмовой бригады. И вылез на край посадки. Я выбрался на край посадки наблюдать. Увидел большое скопление противника и что они готовятся к прорыву. Но у них на секрете кто-то сидел и меня увидели. Я начал отходить и с третьего выстрела РПГ они попали в меня. Получилось так, что осколок прошел через переносицу и разрезал глаз пополам. У меня левый глаз сшит. 35-летний незрячий ветеран овладел гончарством за 4 месяца. Искусство для мужчины стало одним из методов адаптации и реабилитации после ранения. Сидя за кругом и глиной, я отдыхаю морально. Это мне доставляет удовольствие, тем более, когда хорошо получается. В первую очередь это поддержка неравнодушных людей. Я чувствую, что я не брошен, я нужен обществу. У меня есть занятость. Я не просто лежу дома и ничего не делаю. Работает Иван под наставничеством винницкой художницы, которая увидела в нем потенциал. Я пришел сюда на мастер-класс Виктории. Она увидела мои руки и сказала, парень, из тебя будет толк. И предложила приходить сюда в качестве терапии. И эта терапия переросла в повседневное занятие, которое пришлось мне по душе. В активе начинающего гончара уже более 70 работ. Гончарство строится на ощущениях. Нам не нужны глаза, не требуется визуализация. Нам нужно ощущать. Даже если я хочу какую-то новую форму, я должна почувствовать ее руками, взять в руки. Здесь не о том, чтобы сделать из них мастеров или заставить их что-нибудь сделать, а о том, чтобы они немного забыли о плохом, переключились на другую работу. Кроме гончарства, мужчина учится искусству массажа. Мечтает открыть собственный кабинет в Виннице. Именно поэтому и производит изделия из глины. Чтобы продать их на благотворительной выставке-аукционе, а на заработанное приобрести массажный стол. Мужчина говорит таким образом, стремится собственным примером показать, что жизнь продолжается и даже после тяжелых ранений. И какой она будет, зависит только от человека. Актуальные новости вы всегда можете найти на YouTube-канале Freedom. Также на странице доступны важные интервью и спецпрограммы, а еще полные выпуски проекта «Наше время». Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и обязательно подписывайтесь. Говорить о важном. Далее будут мои замечательные профессиональные коллеги Юрий Кулинич и Екатерина Вишневская. Информационный марафон продолжит эфир Freedom. Оставайтесь с нами.